Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Сейчас я скажу, что получила письмо от одной своей интернет-сестрички, которая просит за неё помолиться. Естественно, мы помолились, и я всегда прошу и церковь, и своих знакомых молиться в той или иной ситуации. Она потеряла свой бизнес из-за пандемии, и от одного вытекает следующая проблема, от следующей другая. И она говорит, я просто погрязла в проблемах. Не надо погрязать в проблемах, не надо провозглашать у себя это. Нужно с мудростью подойти к ситуации и заняться чем-то другим. Перед вашими глазами картина Брейгеля. Это Ян Брейгель, старший. Есть ещё младший Питер Брейгель. И того, и того я люблю и считаю, что это Богом поцелованные люди. Именно Богом поцелованные люди. Знаете, может быть, человек гениальный, но бездуховный, в нём нет души, тогда он просто аутист. А вот если он гениальный и в нём есть душа, то это реальный гений. Это называется Божий дар. Одно дело, когда человек умеет делать горшки хорошо, просто у него прекрасно получается, он их разрисовывает, и люди подходят и говорят, ой, это шедевр. А другое, когда у него душа поёт, и он делает этот горшочник, эти горшки, и вот тогда получается шедевр. Вот то, что вы видите, это именно шедевр. Если вы возьмёте каждый кусочек этой картины, то вы увидите, насколько человек... Вот сейчас вы видите вроде толпу, но когда вы увеличите и посмотрите на каждый сантиметр этой картины, вы увидите характер, вы увидите гармонию, вы увидите глубокий смысл написанного того, что вы сейчас видите. Мало того, вы увидите самую мелочь, о которой вы не подозреваете. Так вот, теперь отвечаю на вопрос. Не, ну, а для того, чтобы вам показать, вот пример берём, увеличиваем картину вот сюда. Вот я увеличила гору. И мы увидели, что на горе не гора, а на горе большая крепость, крепость, кирпичная крепость. Теперь мы спускаемся ниже, а тут светлое-светлое поселение. Дальше спускаемся ниже. Рассвет. Дальше. Здесь мы видим людей. И у каждого прорисованное лицо. У одного удивление, у другого изумление. А у кого-то прозрение. Причём мы видим людей с чёткими лицами, с доскональной одеждой. Мы видим каждый-каждый воротничок. И даже украшения. Это вам не просто поставленные, знаете, как бывают мазки, 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 мазки. И издалека картина. Нет, мы увеличили и мы увидели характер каждого. Радость, пришедшую каждому в душу. Казалось бы, здесь совершенно разные люди. Совершенно разные люди. От мала до велика. И все они пришли именно так, как Брейгель представлял проповедь Христа. Теперь посмотрим на эту картину в общем. И мы опять видим просто люди, люди, люди. И казалось бы, да, ну что? Но мы видели, как умело Брейгель прорисовывает. Это, конечно, гений. Теперь давайте посмотрим на вот эту часть. Поскольку картина называется «Проповедь Христа из лодки», то мы посмотрим, где же Христос. Да, вот здесь Он в лодке. Сейчас я вам покажу эту часть. И обратите внимание, насколько уникально, насколько уникально пишет Брейгель. Вы посмотрите, здесь собака и на полу раковины. Раковины. Даже собачка прибежала с ребёночком, со своей семьёй на проповедь. Посмотрите, даже собачка, вот она устремлена, ей интересны устрицы. Дальше какие-то веточки поломанные. Всё это, представляете, вот на таком большом холсте. И вот когда вы видите вот эту мелочь, и насколько вы эту собаку и не увидите в толпе. Я вам увеличила просто. Насколько Он умело показывал каждого, каждого, каждого. Вот это Божий дар. Вот это Божий дар. И вот здесь Христос. Вот Он. Посмотрите. Вот Христос из лодки ведёт проповедь. Его ученики смотрят на Него, и вокруг собрался народ. Так вот, дорогие мои, прочитав письмо этой интернет-сестрички, естественно, я не буду провозглашать её имя, потому что она попросила. Я вам хочу сказать, когда ты садишься в лодку Божью, тебя начинает расшатывать. В одном из лодка, лодка, это в Библии, как бы единое пространство с Богом. Кроме того, что как проповедь или когда Он к рыбакам пошёл, вы откроете от Матфея главу 8, то вы там, где Новый Завет уже, вы увидите, что Иисус говорит. Он говорит. Он говорит, что предоставьте мёртвым погребать своих мертвецов, то есть прекратите роптать, прекратите провозглашать свои грехи, свои неприятности и так далее. Всё, забудьте, когда вы рядом с Богом. И дальше. И когда вошёл он в лодку, за ним последовали ученики его. И вот сделалось великое волнение на море так, что лодка покрывалась волнами, а он спал. Тогда ученики его, подойдя к нему, разбудили его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные. Потом, встав, запретил ветрам и морю. И сделалась великая тишина. Люди же удивлялись, говорили, кто это, что и ветры, и море повинуются ему. Ну и так далее. Я тогда вспомнила свою любимую картину Брейгеля и думаю, обязательно, обязательно её вам представлю здесь как фон. И вот я вам хочу сказать, прочитав слова из Библии, как их понимать. Когда ты садишься в лодку Божью, вот сядьте в лодку Божью с Богом, вот как эти ученики возле Него. Сядьте. Да, тебя будет расшатывать. Тебя будут бесы стараться расшатывать. Когда расшатывает, переворачивает, когда у тебя идут волнения, волнения вашего моря. Моря у вас в вашем, скажем так, месте. Когда волна за волной накрывает вас. Когда ветра, когда буря, когда, казалось бы, сейчас, сейчас вот-вот паруса порвёт. Мачта упадёт. Что это невыносимо. Вот используйте от Матвея главу восьмую, стих двадцать третий. Когда расшатывает, переворачивает. Первое. Что сделали? Отбросили страх. Это первое. Ведь, смотрите, они были с ним в лодке, они испугались. Они позволили страху войти в их душу. И страх захлебнул их. И, возможно, и не было никаких волн. Возможно, и не было никакой бури. Понимаете? Такой, как они себе нарисовали. Но страх вошёл. Потому что лодка, лодка бы перевернулась бы. Да, если бы. Вот. Но они, если бы они погибали, действительно. Поэтому, первое. Отбросьте страх. Для этого должна быть мощная вера. Второе. Чему учит нас этот отрывок? Простая, короткая молитва. Господи, спадин, спаси нас. Всё. Вы заметили, какой молитвой они помолились? Они помолились. Господи, спаси нас. Всё. Следующее слово. Погибает. Не надо было говорить. Потому что на это слово отреагировал Христос. Он сказал. Он сказал маловерные. Маловерные. Мало веры. Вера есть, но мало. Мало. Вот это слово. Погибаем не надо, если вы с Богом в одной лодке. Не надо. Если бы не было страха и была бы вера, они бы сами запретили и ветру, и буре, и урагану, и волнам, и всему. Но они были на тот момент маловерные. Вот и вы на данный момент не впускайте, отбросьте страх, вооружитесь священным писанием. Возьмите вот эту молитву. Господи, спаси нас. Господи, спаси меня. И третий шаг. Именем Иисуса Христа запретите всем ветрам, которые на данный момент в вашей жизни, бурному морю, шторму пребывать в вас. Скажите, запрещаю именем Иисуса Христа шторм в своей жизни, запрещаю на основании от Матфея, главы 8, стих 25. А дальше, а дальше смотрите. И сделалась великая тишина написана. Это сказано на основании Слова Божьего. Это такой алгоритм. Первое. Сядь в лодку с Богом. Второе. Удали страх. Третье. Молись и верь, что уже получаешь на основании этого. Семнадцатый. Семнадцатый, да, я сказала семнадцатый шепотом, а надо вслух. Глава 54, еще раз, от Исаии, стих 17. Ни одно орудие сделано против тебя не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобою на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Как же я люблю Исаия, главу 54, стих 17, провозглашать. Ни одно оружие сделано против тебя не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа. Оправдание их от меня, говорит Господь. Ни одно орудие сделано против вас не будет успешно. Разве это не чудесная новость? Разве это не прекрасное Слово Божье, за которое можно хвататься и провозглашать, провозглашать? Как приятно знать, что никакая болезнь, никакие обстоятельства, никакая проблема не могут раздавить вас. Когда дьявол атакует вас в какой-то сфере вашей жизни, не плачьте и не умоляйте Бога там спасти вас. Я вас умоляю тебя, Господь, он всё время с вами. Лучше откройте свою Библию на книге Исаии, главы 54, стих 17. Напомните себе о том, что Бог пообещал вам. Используйте это обещание, чтобы твёрже противостоять греху и всяким другим злым делам, которыми дьявол пытается связать вас. Он же великий лгун и обманщик. Там, где ложь, там, где перевёрнутые извращенческие понятия, там живёт дьявол. Гоните его от себя прочь. Я знаю, что многие люди на передовой, что я называю, есть места, целые страны, где сатана просто свёл свои сети, потому что позволили ему это сами люди. Так вот, там тоже живут на передовой, что называется. И используйте, но они иногда забывают. Забывают вот эти слова, например, Исаия 54, 17, и не используют их в своей жизни. Они забывают о том, что они в одной лодке с Богом. Они забывают, что они на передовой. Они забывают о том, что они победители, а не побеждённые. И начинают говорить, что им сложно, что вот болезни, обстоятельства их. И таким образом они провозглашают это в своей жизни. Утвердитесь в Боге через молитву. Скажите, Господь, я отказываюсь бояться этого орудия, которое выставил против меня дьявол, потому что я знаю, согласно Твоему слову, что оно не будет успешно. И я полагаюсь на Твою защиту и благодарю Тебя за неё. Во имя Иисуса. Аминь. Не пренебрегайте Божьей защитой. Приведите её работу в своей жизни. Просто сделайте её, поставьте её на вооружение в своей жизни. Вы имеете на неё полное право, как соработник Господа, раб, соработник, как дитё Божье. Вы имеете право на эту защиту. Но для этого вот есть такой алгоритм. Не впускать ни при каких обстоятельствах страх в свою жизнь, убрать, отбросить его, сесть в лодку с Богом, потому что в другой лодке не получится. Но имейте в виду, если у вас ложь, лакейство, если у вас двойные стандарты, если на чёрное вы периодически говорите белое, когда вам удобно, а на белое чёрное, то тогда не лгите себя, ничего не получится. Потому что такие люди, им Божья лодка недостижима. Они не смогут забраться туда ровно до того момента, пока не покаятся в своей лжи, пока не отбросят это назад. Они будут мотыляться между-между. Им будет хотеться быть с Богом в одной лодке, но хотеть и делать, вы понимаете, вера без дел мертва. Это слова из Библии, из Священного Писания. Казалось бы, простой алгоритм, но не такой уж он и простой. Сядь в лодку с Богом, удали страх, молись и верь, что уже получаешь на основании Священного Писания. Только на основании Священного Писания. Провозглашайте. Вот это простая молитва. Господи, спаси нас! От Матфея, глава 8, стих 25. Еще раз, Господи, спаси нас! И еще раз, Господи, спаси нас! А я люблю вас, здоровья вам, благословений, и пусть Господь спасает вас! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!